Если кто никогда не видел дракона, и во многих местах Эллады страшные драконы и дикие кабаны около Калидона, на их кораблях появился дракон. Женщина, сидящая на драконе, они взяли с собой дракона. Как это взяли? Они поместили его в клетку драконов, запрягали в колесницу. Значит, драконы были домашними животными? То есть дракон это какого-то вида змей. Всем привет! Читая книгу «Повсание, описание Эллады», я то и дело находила фразы и целые истории о драконах. Меня это, правда, заинтересовало. Я решила выписать свою тетрадку, на какой странице конкретно о чем говорится. И вот у меня такая pocketbook, книга электронная, где есть эта книга. Потому что в букинистических магазинах описание Эллады достаточно сложно найти. Итак, вот что он пишет. Там, между прочим, находится Саврамадский панцирь. Всякий взглянув на него, скажет, что варвары ничуть не меньше эллинов способны к искусствам. И в описании панциря следует дальше такое. Они их очищают, разрезав на части, делают из них пластины, похожие на чешую драконов. Чешую драконов. Дальше. Если кто никогда не видел дракона, то, конечно, видел зеленую шишку сосны. И он не ошибся бы, сравнив это произведение из копыт с видимыми нами чешуйками на плоде сосны. Что необычного в этих предложениях? Естественно, если кто никогда не видел дракона. То есть для Павсани, который жил в II веке нашей эры, увидеть дракона – это что-то само собой естественное. Не странно ли это? Идем дальше. Ведь в древности были животные более страшные для людей, чем теперь. Как, например, лев немейский или парнасский. И во многих местах Эллады страшные драконы и дикие кабаны около Калидона. Павсани сравнивает дракона со львами, которые на самом деле существовали в Древней Греции, и дикими кабанами. Идем дальше. Есть там и святилище Кихрея. Когда афиняне сражались с медянами, то, говорят, на их кораблях появился дракон. И на вопрос афинян Бог ответил им, что это герой Кихреи. Далее. Статуя в Эпидобрусе. Здесь есть небольшие статуи, подвешенные к потолку. Говорят, что сидевшие на драконе – это Аристодама, мать Араты. И считают, что Арат был сыном Аскепия. Женщина, сидящая на драконе. Повествование о псе Аида, юг Пелопоннеса. Между тем, Гомер мог подразумевать здесь собаку, домашнее для человека животное, с таким же вероятием, вероятием, как и какого-нибудь дракона, которого он мог назвать псом Аида. Дракона? То есть дракон был таким же домашним животным, как и собака? Вы серьезно? Так повествуют вовсами. Далее. Четвертая сокровищница – дар жителей Эпидамна. Находится изображение полосы небесного свода, поддерживаемого Атлантом. Геракла, дерево Геспирид, яблонь и дракона, обвившегося вокруг этой яблони. И все эти изображения сделаны из дерева кедрового. Описание города на юге Пелопоннеса. Говорят, что жители этого города не лакедомоняне, но эпидаврийцы из Арголиды. Когда они плыли на остров Кос, посланы общины попросить Асклепия, и во время плавания пристали к этому месту лаконики, то ночью им явился сон, на основании которого они остались здесь и выстроили город. Рассказывают также, что из дому, из Эпидавра, они взяли с собой дракона. Как это взяли? Они поместили его в клетку. Взяли с собой дракона, и что он убежал здесь с корабля и скрылся в земле, недалеко от моря. И что на основании явившихся им сновидений, а также на основании знамения данного драконом, они решили, что им нужно тут остаться и построить город. Там, где исчез дракон, стоят жертвенники Асклепия, и вокруг них растут оливковые деревья. Город в Лаконии, юг Пелопонеса. Дракона взяли из Эпидавра, и он сбежал куда-то в землю. Как взяли? В клетке? Значит, он был домашним животным. Говорят, что как-то раз, когда Триптолем заснул, сын Эвмела и Антей захотел запрячь дракона в колесницу Триптолема и самому произвести посев. То есть дракона, драконов запрягали в колесницу. Значит, драконы были домашними животными. Аллея, выселив оттуда жителей, следуя какому-то вещанию, перевела их в это место, взяв себе в качестве проводника некого змея, какого об этом предании не помнит. Поэтому-то и река, протекающая мимо города, получила название Офис Змей. Если на основании песен Гомера можно сделать известное заключение, то я убежден, что этот змей был драконом. То есть дракон – это какого-то вида змей. Просто составляю пазл. Его похоронили там, где он пал на поле битвы. На его могиле стоит колонна, а на ней щит с рельефным изображением дракона. Этот дракон должен обозначать, что Эпаминонт был из рода так называемых спартов. Дракон – символ спартов. Эта статуя, по их рассказам, была сделана следующим образом. Богиня сидит на скале во всем подобной женщине, кроме головы. Голова и волосы на ней лошадиные. В голове у нее приделаны изображения драконов и других диких животных. То есть дракон – дикое животное, а еще дракон может быть ручным драконом. Как домашний питомец, собака или лошадь, которую можно запрягать в колесницу. Делаем выводы. У Фиспийца в городе есть медная статуя Зевса, Саота Спасителя. Предание, которое они по этому поводу рассказывают, таково. Некогда их город опустошал дракон. Бог приказал давать дикому животному каждый год одного из юношей, на кого падал жеребий. То есть обычная история, которую можно встретить в любой стране мира, про то, что на город напал дракон. Классика. Убитого же Аполлоном поэты считают драконом и говорят, что он был поставлен геей землей, сторожем прорицалища. То есть дракон охранял, здесь говорится о Дельфе. То есть дракон охранял Дельфе. Описание картин в святилище Дельфах. Нарисованы и отриды тоже в шлемах. У Менилая, который стоит со щитом, изображен на щите дракон. Воспоминание явившегося в облиде при жертвоприношении чуда. И последнее о драконах, это о том, как дракон спас ребенка. На ребенка хотел напасть волк, но дракон, обвившийся вокруг сосуда, зорко его оберегал. Когда отец пришел за ребенком и считает, что дракон хочет причинить вред его сыну, он, пустив в него дротик, убил как дракона, так вместе с драконом и своего сына. Но узнав из рассказа пастухов, что он убил своего благодетеля и сторожа своего сына, он устроил погребальный костер, одновременный дракону и сыну. Вот это все, что я хотела сказать о драконах, которых писал Павсани в своей книге «Писание Лады». В следующих видео я вам расскажу, точнее зачитаю, как он описывает гигантов, великанов и всяких интересных диких животных, дельфинов, даже скорпиона с крыльями, и, о боже, он описывает, как страшного монстра, такое животное, как лось. Вот об этом я вам расскажу в следующих видео. Всем пока, подписывайтесь, надеюсь, это видео вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok